Добрый день, дорогие зрители, дорогие слушатели. Меня зовут Фатима Хаджмурат Натсгоева, я сотрудник Центра эндокринологии. И сегодня мы с вами побеседуем о том, как вы можете осознанно управлять своим весом. Почему? Да потому что, собственно, ожирение и избыточная масса тела сегодня выходят на первые позиции, одной из первых позиций по глобальным проблемам нашего до 21 века. Если вы посмотрите на этот слайд, вы видите масса проблем, которые ассоциированы с ожирением, масса заболеваний, которые сопровождают ожирение. Это проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, это проблемы со стороны эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, это проблемы дыхательной системы. И, собственно, почему ожирение стало называться заболеванием? Да потому что ожирение может приводить к синдрому ночных апноэ, а это страшное заболевание, которое может прервать жизнь человека в одну секунду. И очень часто люди даже не знают, что у них есть синдром ночных апноэ, когда человек не дышит во сне. И это не дышит может привести к трагическому финалу. Ожирение сопряжено, как я уже сказала, с массой заболеваний, которые приводят к старению. Изменение сосудистой стенки, быстрее стареет сосудистая стенка, быстрее стареет суставы, они быстрее изнашиваются, а это все приводит к тому, что быстрее, конечно, стареет организм. К сожалению, люди, которые имеют избыточную массу тела, больше подвержены респираторным заболеваниям, различным вирусам, паравирусам. Это может быть и коронавирус, это может быть грипп, парагрипп, аденовирусы. Большинство пациентов, которые находятся на ИВЛ и в отделении интенсивного лечения, к сожалению, это пациенты, которые изменят избыточную массу тела. Статистика неутешительная. Есть, казалось бы, очень простой выход. Выход есть всегда, надо просто похудеть. Если человек худеет всего на 5-10%, а это немного, если мы возьмем 100 кг, это всего 5 кг. И посмотрите, каким позитивным результатом может привести это похудение. 5-10% казалось бы, да, всего 5 кг. Но мы снижаем риски сердечно-сосудистых заболеваний, мы уменьшаем жировую дистрофию печени, мы улучшаем проблемы, которые связаны с дыханием. О чем мы сегодня поговорим? О том, что вы сами можете изменить. Человек живет в социуме. Человек живет в том, что на него влияют внешние следовые факторы, начиная от чистоты воздуха и заканчивая, да, то, что, собственно, человек ест. Сегодня мы много будем говорить о питании, в основном мы будем говорить о питании. А почему? Потому что есть доказательная база. И если мы говорим сегодня о доказательности, то, конечно, мы апеллируем к исследованиям. Проводилось исследование долго, проводилось исследование 25 лет. Оно проводилось, наблюдали за людьми, смотрели, брали 79 внешне-средовых факторов риска. И выяснилось, что на первом месте по глобальным факторам риска стоит питание. И у мужчин, и у женщин. Начнем с того, собственно, почему мы едим. Что нас мотивирует с вами на прием пищи? Первое, конечно, чувство голода. Мы биологические особи, которые должны потреблять пищу, чтобы была энергия. Второе. Если мы биологические особи, с одной стороны, у нас есть какие-то психологические зависимости от социума. Мы можем есть за компанию, мы можем заедать свой эмоциональный дискомфорт, мы можем есть потому, что есть такие семейные традиции. Масса проблем, почему можем потреблять пищу. Но самое главное, конечно, чувство голода. Потому что на сегодняшний день было и остается, пища – это источник энергии, источник строительного материала для всего нашего организма. А какие из всех факторов риска питания занимают, опять же, так скажем, в отрицательном смысле лидирующие позиции? Если вы посмотрите на картинку, то вы видите, что на первом месте стоит избыточное потребление соли. Откуда берется вся наука и откуда берут данные? Собственно говоря, из массы исследований. Как доказать, правильно человек питался или неправильно? К нашему великому сожалению, мы должны наблюдать за человеком всю жизнь. От момента рождения и до его смерти. Потому что как он питался, правильно или неправильно покажет не только его качество жизни, но и продолжительность жизни. И самое известное исследование на сегодняшний день, которое положило основу в доказательной медицине в диетологии, это было исследование семи стран. Взяли семь стран с разными регионами проживания и посмотрели, а правильно ли люди питались. За людьми наблюдали 40 лет. И если вы обратите внимание, то самый маленький участок, представленный на этой географической карте стран, которые участвовали в исследовании, это была Греция. Это была не просто Греция, это были островные греки. Они дольше всех прожили, у них лучше было их качество в жизни в плане сохранения когнитивного здоровья, физического здоровья. Собственно говоря, это были те греки, которые родились там, где жили их предки. Они питались так, как питались их предки. Они никогда не покидали острова, на котором вообще нет машин. Они всегда ходили пешком по этому острову и показали самую лучшую продолжительность жизни. И оттуда, собственно, возникла самая доказательная пирамида питания на сегодняшний день. Это средиземноморский стиль питания. Все исследователи в диетологии подтвердили этот факт, что средиземноморская пирамида питания для европейской популяции является основой в выборе стиля питания. В основе пирамиды питания лежат медленно усвояемые углеводы, а именно, это макароны, это хлебобулочные изделия, это зерновые. Но какие? Если мы говорим про хлеб, то это должен быть зерновой хлеб. Если мы говорим про макароны или пасту, это паста, которая приготовлена из твердых сортов пшеницы. Если мы с вами говорим о зерновых и кашах, это каши, которые в основе своей не только содержат зерновые, но и отруби. Дальше вторая ступень пирамиды питания, это фрукты и овощи. И вот что отличает эту пирамиду питания от всех предшествующих, совершенно самостоятельное место, мы видим у масел. Оливковое масло заняло, опять же, первое место. И не просто потому, что его больше употребляют в странах Средиземноморья, а потому что есть тому подтверждение. Было исследование, которое показало, брали четыре вида масел. Оливковое, кукурузное, подсолнечное и рапсовое масло. И это исследование привело оливковое масло на первой ступени в отношении снижения сердечно-сосудистых рисков. Одна столовая ложка сырого оливкового масла сегодня прописывается как таблетка для снижения риска сердечно-сосудистой системы. Посмотрите дальше. Следующая ступень. Следующая ступень – это так называемые продукты ежедневного потребления. А что это такое? Это молочные продукты, кисломолочные продукты, это творог наш любимый, это могут быть сыры, но сыры обязательно белые сыры. Ни в коем случае не жирные желтые сыры, это белые сыры. Дальше мы видим, следующая ступень – это рыба. Потом мы видим, обратите внимание, птица. Интересно, что дальше идут кондитерские изделия. Это очень редко мы должны употреблять кондитерские изделия. Но больше всего отличает эту пирамиду питания от всех предшествующих, что красное мясо мы можем употреблять с вами один раз в неделю. Вершину пирамиды питания занимает красное мясо. Это то, что мы должны употреблять очень редко. Чем старше люди, тем меньше они нуждаются в потреблении красного мяса. Была масса исследований, которые показали, что красное мясо снижает когнитивные способности человека с возрастом. Когда я беседую с пациентами и говорю, что нужно ограничить потребление красного мяса, в ответ мне всегда возражение. А наши предки ели красного мяса много. Вот наши предки ели больше мяса, чем даже мы. Это абсолютная неправда. Если мы вспомним, как правда питались наши бабушки и дедушки. Не ели они столько красного мяса. Более того, красное мясо было по праздникам. А красное мясо – это что? Это говядина, свинина и баранина. Независимо от региона проживания, если мы с вами подумаем, мы прекрасно с вами понимаем, что это ложное утверждение, что наши предки ели много красного мяса. Если мы говорим о красном мясе, какое разрешение, где эта дверь разрешения, и что мы можем разрешить нашим пациентам? А это способ употребления. И для того, чтобы максимальную пользу получить от красного мяса, красное мясо нужно первое – замариновать. Замариновать в лимонном соке, и тогда вы имеете возможность снизить концентрацию продуктов гликирования в этом красном мясе. Будет лучше переваривание. И что самое интересное, если вы посмотрите опять же на пирамиду питания, вы увидите справа употребление красного вина. Как питаются в странах Средиземноморья? Опять же возражение. А у нас нет таких условий жизни, как в странах Средиземноморья? Но никто уже не говорит, что нужно полностью кальку снимать питание. Это стиль питания. Каждый должен выработать свой стиль согласно своим корням, своим историческим корням, генетическим корням питания. Так вот, в рекомендациях по Средиземноморскому стилю питания написано, что когда человек употребляет красное мясо, он должен употреблять вино. А для чего вино употреблять? Для того, чтобы лучше переварить это красное мясо, потому что тогда облегчаются процессы ферментации. И если опять же посмотреть этот правый уголок пирамиды питания, то вы увидите употребление жидкости. Обычное заблуждение пить, не пить, жидкость до еды, после еды, во время еды. Если мы вспомним с вами физиологию, то пища задерживается достаточное количество времени в желудке. Вы пейте вы до, вы пейте вы после, вы пейте ли вы во время воду. Это не имеет существенного значения. Но когда человек употребляет жидкость во время пищи приема, тем самым он усиливает вкусовое восприятие этой пищи. Поэтому если вам нравится запивать пищу, запивайте ее. Итак, мы переходим с вами к просчету калорийности пищи, которая, собственно, давно известна эта формула. Она заложена во всех рекомендациях. Надо определиться с полом, с возрастом. Определились, нашли себя в определенной директории, просчитали некую цифру x, потом вы умножаете эту цифру x на физическую активность. Если вы каждый день ходите пешком 40 минут, у вас первый уровень физической активности. Если вы ходите пешком 40 минут каждый день и занимаетесь 2-3 раза в неделю фитнесом, второй уровень. Но если вы такой счастливый обладатель не только абонемента фитнеса, но вы еще активно посещаете фитнес 5-6 раз в неделю, у вас есть силовые тренировки, это третий уровень физической активности. Пересчитываем необходимый калораж, получаем среднюю цифру, которая вам нужна, энергоемкости пищи, но стоит проблема, вам надо похудеть. Тогда вы берете из этой цифры и высчитываете либо 500 калорий, либо 20% от полученной калорийности. И получаете то количество энергии, которое вы должны потреблять с пищей, чтобы вы худели. Очередное заблуждение, питаться надо 5-6 раз в день, это неправильно. Если вы посмотрите на доказательные данные, что мы видим, питаться нужно три основных приема пищи, завтрак, обед и ужин, и один перекус, и тогда лучше будет уходить жировая масса, тогда вы правильнее будете худеть. Это прекрасно видно на графиках, и это подтверждено в доказательных исследованиях. Вопрос, который задают все наши пациенты, которые живут в городе, а когда нужно завтракать, а когда можно ужинать? Опять же, по доказательным данным, завтрак должен быть в течение двух часов от пробуждения. Не обязательно, едва открыв глаза, принимать завтрак. Главное, чтобы в течение двух часов приняли этот завтрак. Нет никаких доказательных данных, что первый завтрак должен быть более калорийный, чем второй. Если органичнее вам второй завтрак делать более калорийным, сделайте его. Пусть будет более калорийным второй завтрак, чем первый, но завтрак должен быть обязательно. Чем более разнообразен завтрак, тем меньше люди склонны к ожирению. Это доказательные данные. Когда должен быть ужин? Не более чем за 2 часа до сна, а идеально за 3-4 часа до сна. Причем калорийность ужина должна быть 20% от суточной калорийности. Относительно доказательности распределения калорийности в течение дня, честное слово, нет супердоказательных данных, но четко было доказано, что ужин должен быть менее калорийным, чем завтрак. 20% от просчитанной суточной калорийности за 3-4 часа до сна. Есть доказательные данные, на которые мы опираемся. И все, о чем мы с вами сегодня беседуем, имеет научную основу. Лет 15-20 назад, когда мы беседовали с пациентами о порциях, мы обсуждали, что вот есть порция ладошки, есть порция кубики, шарики, ложечки, какие угодно. Но 21 век привел к тому, что у нас с вами есть гаджеты. Там есть приложение. Вы просто наводите экран своего телефона, он фотографирует все, что вы едите, автоматически просчитывает вашу калорийность. И это вам поможет. Просто что я хотела бы вам показать? А собственно, чтобы вы понимали, что такое 100 калорий. 100 калорий – это хорошая порция индейки. Давайте возьмем не 100, давайте возьмем 200 калорий. И хорошая порция риса. Этим вы можете наесться, потому что индейка – это белок, рис – это углеводы в основном. Но 100 калорий, или так скажем, 200 калорий – это рюмка водки и 17 грамм семечек. Поэтому выбор за вами. А выбирать нужно не просто калорийность, выбирать нужно качество продуктов и помнить о том, что есть основные составляющие. Углеводы – это основа нашего питания. Вы помните таблицу калорийности, вы помните пирамиду питания. А теперь посмотрите на источники углеводов. Запреты всегда имеют маленькую, не то что дверь, маленькую форточку. Так вот, ограничение легкоусвояемых углеводов касается того, что мы должны употреблять не более 30 грамм легкоусвояемых углеводов. Что это такое? Это сахар, это сиропы. Старайтесь исключить из рациона сладости, которые фабричные. Но в первую очередь, конечно, мы не любим, когда пациенты наши употребляют большое количество сладких растворов. Почему? Потому что, собственно, выпив сладкий раствор, сразу повышается уровень глюкозы, сразу выброс инсулина и вся каскадная реакция прибавки массы тела. Легкоусвояемые углеводы мы стараемся ограничить. В основе пирамиды питания лежат медленно усвояемые углеводы, о которых мы с вами уже беседовали. Один грамм углеводов сгорает, это 4 килокалории. Белки. Белки тоже внесут в себе энергоемкость, но функция белков в основном заключается в том, что они строительный материал. Белки и углеводы дают чувство насыщения, помните об этом. Белки делятся на растительные и животные. Растительные белки в основе своей несут тоже аминокислоты, как и животные белки. Но если животные белки несут весь спектр аминокислот, то растительные не несут весь спектр аминокислот. Тем не менее, мы стараемся расширить рацион питания наших пациентов за счет потребления растительных белков. Почему? Потому что там меньше жира, вы видите источники растительных белков, там действительно меньше жира, и там есть пищевые волокна, которые замедляют усвоение тех же самых углеводов, делая более низкий уровень гликемического индекса пищи и тем самым ее делая более здоровой. Жиры. Жиры это третий макронутриент, который мы потребляем. Углеводы 4 ккал, белки 4 ккал, жиры 9 ккал. Жиры, как и белки, делятся на растительные и животные. И обратите внимание, что все растительные жиры, опять же, то, к чему мы привыкли, то же самое. Они точно так же. 1 грамм растительного жира несет 9 ккал. Только растительное масло – абсолютный жир. А все остальные источники, посмотрите, орехи, они содержат в себе белки. Это не только жир, те же семечки содержат в себе белки. Мы должны разнообразить свой рацион питания всеми продуктами, потому что природа нам дает эти продукты для того, чтобы мы продлили свою жизнь. Что мы должны употреблять каждый день? Мы должны употреблять каждый день и белки, и жиры, и углеводы. Не надо делать какой-то перегиб в сторону тех или иных макронутриентов. Мы должны разнообразить свой рацион питания. И если мы говорим о жирах животного происхождения, то в продуктах ежедневного потребления они должны быть все-таки представлены в меньшем количестве. Не нужно употреблять слишком жирное молоко. Пусть оно будет средней жирности. Не нужно употреблять слишком жирные сливки или сметану. Пусть это будет средняя жирность. Если вы покупаете тоже красное мясо, уберите видимый жир. Потому что даже в самом постном красном мясе будет 8 грамм жира просто в структуре мышечного волокна. Опять же, мы с вами обсуждали употребление жидкости. Сколько жидкости нужно пить? О жидкости нужно пить есть простая формула. 30 мл на килограмм веса. Но жидкости общие. Если вы весите порядка 70 кг, то это примерно 2 литра общей жидкости. Это не только вода. Это может быть чай. Это может быть жидкость из плотной пищи, из жидкой пищи. Вспомните о том, что чай может нести точно абсолютно пользу. Красный, желтый, зеленый, белый, какой угодно чай несет пользу. Вопрос к врачу, к вашему. А какой чай мне полезнее? Я думаю, что ваш врач скажет, какой именно чай вам полезнее. Можно ли вам пить кофе? Было исследование среди финской популяции. Причем брали в основном пациентов с высоким риском развития болезни Альцгеймера. Это касалось популяции, болеющей с сахарным диабетом. И смотрели, а как, собственно, употребление кофе влияет на продолжительность жизни и на когнитивные способности. И выяснилось, что употребление от 3 до 5 чашек кофе ежедневно в пересчет на эспрессо снижает риск болезни Альцгеймера на 30%. Опять же, Финляндия – это страна не средиземноморская. Но, тем не менее, правило, стиль этого самого питания средиземноморской диеты абсолютно актуально и для финской популяции, потому что они европейцы. Здесь вы видите суммарный перерасчет потребления жидкости. Кому мы рекомендуем больше жидкости? Это, конечно, беременным и кормящим, спортсменам, людям, которые находятся в ситуации, когда больше теплоотдача. Но обратите внимание, что пожилые люди тоже должны употреблять то же количество жидкости, что и люди среднего возраста. Часто возникает проблема у людей зрелого возраста, в пожилом возрасте они теряют чувство жажды. Поэтому есть простое правило, которое мы всегда проговариваем на наших приемах. Пожалуйста, посмотрите на свой цвет мочи. Яркая темно окрашенная моча свидетельствует о том, что вы употребляете мало жидкости. Не стесняйтесь обговаривать это все со своими пациентами. Мы с вами проговорили о том, как мы рассчитаем калорийность. Мы более-менее понимаем, как мы должны распределить в течение дня эту калорийность. Уже человек понимает, что он отвечает за свое здоровье, и мы его отправляем в магазин, условно, конечно, отправляем в магазин за покупками. Есть определенные правила похода в магазин. Все это знают. Не ходить голодным, ходить со списком продуктов. И в первую очередь заходить в те отделы, которые мы вспомните, что в основе пирамиды питания. Заходить в те отделы, где содержатся продукты, которые лежат в основе пирамиды питания. Идеально, если пациент сразу зайдет в овощи-фрукты, купит овощи-фрукты. Корзинка уже полная, туда уже не будет заходить большое количество ненужных продуктов. Вы знаете, так интересно, что у нас молодежь, например, она более осознанно подходит к питанию. И мне не приходится много говорить молодежи о том, что они неправильно питаются. Скорее, сложнее со людьми среднего возраста, потому что не прошла эта страсть к колбасным изделиям. У молодежи есть фастфуд, да, но они тоже, знаете, к фастфуду тоже уже более выборочно относятся. Осознанная молодежь. Так вот, то касается людей среднего возраста, битва, которая должна пройти с ними, это битва за колбасу, битва за свежевыжатые соки. Свежевыжатые соки не нужно употреблять, если только это несрочная ситуация. Лучше употребляйте просто фрукты. И если мы говорим о походе в магазин, то, конечно, вот самые большие ловушки как раз в магазине. А именно запах, вкус пищи, да, вот тут же тестирование этой пищи идет в больших гастрономах. Человек, у которого есть нарушение пищевого поведения, склонен, к сожалению, к этим самым нарушениям. Именно они проявляются, эти нарушения пищевого поведения в ситуации похода в магазин. Один из способов контроля потребления пищи, конечно, дневник самоконтроля. Пишет его пациент, фиксирует он это в тетрадочке, записывает он заметки в телефоне, все равно. Но на визит к врачу стоит прийти с дневником питания. Это специальная программа, может быть, у вас. Только не надо рассказывать это в виде стиха, когда вы приходите к врачу. Честное слово, очень сложно оценивать вашу устную речь. Гораздо проще посмотреть доктору, все оценить, потому что доктора научены, они умеют это в голове считать. Они видят время приема пищи, его надо фиксировать, состав объем съеденного, состав объем выпитого. Это облегчит визит к врачу и, собственно говоря, даст возможность самооценки содеянного. Обратите внимание, есть масса таблиц, как мы должны расплачиваться за то, что мы переели. И вот это не исключение и эта таблица. Съели вы шоколадку, Аленку, вам нужно час гребли. Или вы съели шоколадно-вишневый торт, значит, вам нужно 2,5 часа работать в саду. За вами выбор. Но есть еще такой простой способ, как проведение разгрузочных дней. Вот нет супердоказательности про разгрузочные дни никакой. Но есть прекрасная формула, если ты занял у организма эти самые калории, а вы по факту переели, вы заняли их, то вы должны потратить эти калории. Ну это в обратной стороне, от противного, да, мы говорим. Так вот, чтобы потратить, можно провести разгрузочный день. Разгрузочных дней масса. Помнить надо о том, что 600 калорий для женщин, 800 для мужчин. Потому что самый низкий порог ежедневной калорийности 1200 для женщин, 1500 для мужчин, когда мы говорим о похудении. Когда мы говорим о разгрузочном дне, 600, я повторяю. Но это ни в коем случае не шоколадка, которая 600 калорий. Это может быть либо компотно-рисовая разгрузка, это может быть мясо с овощами, рыба с овощами, это может быть банальный кефир, это может быть набор яблок разных. Ради бога, как вам удобно. Но вы проведите этот разгрузочный день, вы должны отдать долг вашему организму. Рекомендации по структурированию питания, они в общем едины, как для европейцев, так и для других стран. И обратите внимание, они регламентированы. Все медицинские сообщества сходятся в том, что есть общие правила питания. И то, о чем мы с вами говорили, да, разнообразное питание, в основе которого лежат медленно усвояемые углеводы, с минимальным потреблением красного мяса, с правильным потреблением соли, с тем, что мы максимально сокращаем употребление полуфабрикатов. И вы видите, галочки показывают о том, что все сообщества едины в своем порыве оздоровить нашу нацию. Есть масса полезных советов по правильному питанию, те, которые мы проговариваем на наших визитах. Но все наши запреты, как правило, не имеют успеха, если мы не открываем эту форточку, эту дверцу разрешений. Поэтому я бы хотела обсудить с вами азбуку продуктов, замедляющих старение. Мы начали говорить о том, что любой человек может продлить жизнь, если он будет правильно питаться. Если он исключит вредные продукты, мы о вредных продуктах не говорили. Мы говорили с вами о том, как правильно нужно структурировать питание. И сегодняшняя беседа будет еще иллюстрирована способами приготовления пищи. Мы с вами обсудим, как нужно питаться пациентам, у которых есть сердечно-сосудистая патология. Мы с вами обсудим, как нужно питаться пациентам, у которых есть сахарный диабет или проблемы желудочно-кишечного тракта. Но совершенно точно слово диета, когда мы говорим о том, как мы должны питаться в протяжении жизни, неприемлемо. Это скорее стиль питания, который продлит жизнь не только нашим пациентам, но и всем людям, которые хотят качественно и долго прожить, сохранить свои когнитивные способности. Обратите внимание на эту азбуку продуктов, замедляющих старение. И мы видим здесь разнообразие продуктов. От буквы А до буквы Я представлены все продукты, которые есть у нас с вами в арсенале, начиная с авокадо и заканчивая ягодами. И если вы читаетесь в перечень этих продуктов, и вы увидите, что здесь представлены вся-вся-вся палитра продуктов, которые, собственно говоря, дает нам природа. Благодарю вас за внимание. Мы продолжаем с вами беседу. И сейчас мы с вами поговорим о том, как нужно питаться пациентам, которые имеют те или иные ассоциированные с ожирением заболевания. Но помимо питания мы абсолютно точно с вами знаем, что нужна физическая нагрузка. Мы с вами начали говорить о том, что пациент с ожирением подвержен массе рисков. Эти риски иногда управляемые, а часто бывают уже неуправляемые. В ситуации, в которой мы сегодня с вами находимся, когда наши пациенты с ожирением подвержены рискам различных вирусных заболеваний, помимо выздоровления должен быть период реабилитации. В центре эндокринологии открыто отделение реабилитации, и там рассматривают здоровье пациента как то сокровище, которое нужно сохранить. Поэтому мы приглашаем вас, если у вас есть желание и возможности, посетить центр, найти своего врача. Потому что самое главное, чтобы сохранить здоровье, нужно иметь возможности и нужно иметь своего врача. Найдите у себя силы, возможности. Придите в центр эндокринологии, мы вас приглашаем поучаствовать в программе по реабилитации, если она вам необходима. Благодарю вас за внимание.